Всем привет! С вами Антон и редакция i2Heart. Последнее время игровые гарнитуры, оснащённые USB-штекером и встроенным цифроаналоговым преобразователем, становятся всё популярнее и избавляют покупателей от нужды подыскивать дискретную звуковую карту. SteelSeries Siberia 350 как раз одно из таких устройств, и сегодня мы узнаем о нём подробнее. Начнём с того, что новая модель полностью копирует рассмотренную нами ранее Siberia V3, обзор которой вы можете посмотреть, пройдя по ссылке в описании к видео. Идентично абсолютно всё, начиная от внешнего вида и заканчивая эргономикой, поэтому мы не будем заострять внимание на этих аспектах и сосредоточимся на отличиях. Первая и самая заметная из них — это RGB-подсветка, которой не было у V3. Диоды нашли своё место под декоративными крышками чашек наушников и радуют взгляд яркими, насыщенными цветами, что бесспорно делает внешний вид гарнитуры куда более эффектным, узнаваемым и современным. Второе маленькое, но удобное новшество — это небольшой пульт управления громкостью, расположившийся на кабеле. Ну а заключительное и самое значимое изменение заключается в отказе от классического миниджека и переход на USB-интерфейс, что не только сделало новую Siberia совместимой исключительно с компьютером, но и заметно преобразило её звучание. Как именно? Давайте разбираться вместе. В первую очередь нововведения коснулись встроенного микрофона. Он по-прежнему передаёт голос довольно чисто, но из-за более агрессивно срезанных низких частот его тембр теперь приобретает более синтетический оттенок. Вдобавок микрофон стал заметно чувствительнее, и несмотря на то, что в драйвере появилась функция оптимизации, он охотно улавливает все посторонние звуки, включая те, что доносятся из динамиков самой гарнитуры, тем самым раздражая собеседников в голосовом чате. Что же до звучания самих наушников, то новую Siberia выгодно отличает достаточно ровный тональный баланс с едва заметным акцентом в нижнем регистре и чуть более ярко выраженным в среднем. Тем не менее, несмотря на в целом, приятное впечатление без минусов не обошлось, и на мой взгляд, всему виной встроенный ЦАП. Во-первых, гарнитура обладает весьма скромным запасом громкости. Во-вторых, многие насыщенные и сложные композиции теряют свою привлекательность из-за малого количества деталей на средних и высоких частотах, которые к тому же имеют несколько синтетический и даже кричащий характер. Ну а завершает список изъянов бас, которому не хватает объема и глубины. Примечательно то, что почти все из вышеперечисленных недостатков легко устранить с помощью более качественного источника и, в частности, звуковой карты, но, к сожалению, USB-интерфейс вносит свои ограничения. Что ж, посмотрим, какова Siberia 350 в играх. Counter-Strike Global Offensive не вызывает никаких проблем. Карта отлично прослушивается в любой ситуации, позволяя четко определить местоположение противника даже во время активных перестрелок и взрывов гранаты. К тому же, легкий акцент на средних частотах придает голосам напарников по команде ясность и четкость, а достаточно широкая сцена позволяет аккуратно распределить звуки в разных плоскостях, не смешивая их воедино. Настоящим удивлением стал Overwatch с его динамично развивающимися событиями, сопровождаемые массой спецэффектов, реплик и взрывов. Такая насыщенная звуковая панорама обычно становится камнем преткновения для большинства игровых гарнитур, но в данном случае это не так. Выстрелы из тяжелого оружия отчетливо слышны и не превращаются в бесконечный гул, а позиция каждого из героев отлично ощущается в пространстве. Но, пожалуй, отдельного внимания заслуживает режим DTS Headfall. Он включается с помощью драйвера и призван имитировать многоканальные аудиосистемы. Как правило, такое программное вмешательство не приводит ни к чему хорошему, но в случае с Cyberia 350 результат диаметрально противоположный, и, как мне кажется, гарнитуру следует использовать именно в паре с этой опцией, так как она делает звук ярче, красочнее и объемнее, при этом не жертвуя позиционирования. И в заключении о других возможностях программного обеспечения. Набор функций довольно скромный, но достаточный, чтобы настроить устройство согласно своим предпочтениям. В уже знакомом и удобном окне SteelSeries Engine можно создать несколько пользовательских профилей и привязать каждый из них к конкретной игре, управлять подсветкой, выбирая из четырех предустановленных эффектов, регулировать чувствительность микрофона и, наконец, самостоятельно корректировать тональный баланс с помощью эквалайзера или использовать уже настроенные производителем пресеты. Подводя итоги, можно сказать, что Siberia 350 продукт хоть и не универсальный, но определенно удачный, так как полностью отвечает требованиям своей целевой аудитории. Да, гарнитура вряд ли найдет поклонников в лице продвинутых меломанов, которых не устроят некоторые огрехи в подаче музыкального материала, а также ограничения, вносимые USB-интерфейсом. Однако прекрасно настроенный режим объемного звучания, яркий внешний вид и отсутствие необходимости выбирать источник звука делают модель отличным выбором как для начинающих, так и продвинутых геймеров. И на этом на сегодня все. Оставляйте ваши комментарии, оценивайте видео и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание и до скорых встреч!